Всем привет на канале Тимур 11 ТВ. Сегодня мы продолжим прочитать книжку про лучшего Тома Сойера. В прошлой серии мы оставились на том, что и прочитали вот половину, точнее целую 19 главу. Сегодня начнет глава 20. Ну что, поехали. Поцелую тети Понли было что-то такое, и отчего все горы с Тома рассеялись. На душе у него стало опять хорошо и легко. Он пошел в школу, ему посчастливилось. В самом начале лугового переулка он встретился с Бекки Тайчер. Том всегда действовал под влиянием минуты. Он, не задумываясь, подбежал к Бекке и одним духом сказал. Сегодня Бекки вел себя очень скверно и жалею об этом. Больше не буду никогда, никогда, до самой смерти. Давай помиримся. Хочешь? Девочка оставилась и презрительно посмотрела ему в лицо. Я была бы вам очень благодарна, мистер Тома Сойер, если бы вы оставили меня в покое. Больше я с вами не разговариваю. Она вздернула нос и прошла мимо. Том был так ошеломлен, что даже не нашелся ответить. А мне наплевать, не дотрога. А потом уже поздно, поэтому он ничего не сказал, но в душе у него вспыхнула злуба. Уныло поплелся он по школьному двору и все время жалел, что Бекки не мальчик. Вот бы здорово он ее вздул. В это время она как раз прошла мимо. И он сказал ей какую-то колкость. Она ответила тем же и таким образом. Они окончательно стали врагами. Рыхневанная Бекки еле могла дождаться, когда же начнутся уроки. Так ей хотелось, чтобы толпу скорее высекли за испорченный учебник. Если было у нее вымолетное желание выдать Альфреда Терпле, теперь оно совершенно исчезло после тех оскорбительных слов, которые только шукрикнули ей том, бедные. Она не знала, что ее тоже подстригает беда. Учитель этой школы, мистер Доббинс, дожил до зрелого возраста и чувствовал себя неудачником. Смуду мечтал он о том, чтобы сделаться доктором, но из-за бедности принужден был довольствоваться скромной долей школьного учителя. в этом Захолусном городишке. Каждый день, сидя в классе, он внимал из ящика стола какую-то таинственную книгу и улыбками в те промежутки когда ученики не отвечали уроков по разрушался в чтении. Эта книга хранилась у него всегда под замком. Не было школьника, который не сыграл бы желанием заглянуть в эту книгу, но случайно не представляюсь никогда. Что это за книга? У каждой девочки, у каждого мальчика были свои догадки, но догадок было много, а дознаться до правды не представлялось никакой возможности. И вот Бекки, проходя мимо учительского стола, стоявшего неподалеку от двери, заметила, что в замке торчит ключ. Можно ли было пропустить... В замке торчит ключ. Можно ли было пропустить такой редкостный случай? Она оглянулась вокруг ней души. Через минуту она уже держала книгу в руках. Заглавы Анатолия, сочинения Анатолия, сочинения профессора. Такого-то ничего ей не объяснила, и она принялась перелистывать книгу. И, кстати, я вам тут такое хочу сказать, что мы в прошлой серии для вас вопросик задавали, что вы как хотите, чтобы я сначала дочитал Томасу, а потом я полностью эту другую книжку, или пишите цифру 2, если вам так, или то, чтобы я какие-то там дни читал Томасу, а какие-то ту книжку. И мама сказала, что ей будет больше нравится так, когда я прочитаю полностью Томасу, а потом начну ту другую книжку. Ну, поехали. На первой же странице ей попалась красиво нарисованная и раскрасоченная фигура голого человека. В ту минуту на страницу упала чья-то тень, в дверях показался Томасу, и краем глаза глянул на картинку. Бекки торопливо захлопнула книгу, но при этом нечаянно разорвала картинку. До середины она сунула книгу в ящик, повернула ключ и развелась от стыда и досады. В том ссоре вас только и хватает, что на всякие пакости, как не стыдно стоять за спиной и поглядывать. Откуда же я знал, что вы тут на что-то, что ты тут на что-то гляди? стыдитесь в том ссоре, вы внешне наябедничаете на меня, и что мне делать? Что же мне делать? Меня высекут, а уж это, наверное, а меня в школе еще ни разу не секли. Она топнула ногой и прибавила, ну и жалуйтесь, у вас подлости хватит, я тоже кое-что знаю, и это скоро случится, погодите, увидите. Гадкий, гадкий, гадкий. Она завидала опять и бросилась вон из комнаты, том остался на месте, ошарашенный ее нападанием. Потом он сказал себе, что за глупый народ, девочки, никогда не секли в школе. И, кстати, я вам тут такое хочу сказать, сейчас я вам тут на вопросик, ну, как вы видите, у меня тут двухэтажный автобус на видео. И вопросик к вам, что вы когда-нибудь ездили на двухэтажном автобусе? Пишите цифру 1 или слово «да», если ездили. Или пишите цифру 2 или слово «нет», если не ездили. В следующую серию знаем, за какой вариант было больше голосов. А сейчас поехали! «Велика важность, что высекут. Все они ужасные трусихи и нежненькие, понятно. Я не стану фискалить и ни слова не скажу старику Доббинцу про эту дуреху. Я могу раз витаться с ней как-нибудь по-другому, без подлости, но она все равно попадется. Доббинц спросит, кто разорвал ее книгу. Ничто не ответит. Тогда он начнет, как всегда, перебирать всех по очереди. Спросит первого, спросит второго, и когда придет это виноватый, сразу узнает, что это она, даже если она будет молчать. У девочек все можно узнать по лицу. Выдержки у них никакой. Ну и высекут ее наверняка. Попалось, теперь бы китайчик отраз ей не уйти, подумав немного, там прибавил. Что ж по делам? Ведь она была бы рада, если бы в такую беду попал я. Пусть побывает в моей шкуре сама. Ну и вот и все. Мы прочитали половину двадцатой главы. В следующей серии у нас же вторая половина главы. Но мы в следующей серии и не только мы узнаем, что ж будет с тем учителем, когда он когда дойдет очередь до Бекки Тетчер. Ее но это мы уже будем читать в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тимур 11 ТВ. Пока-пока. Пока-да. Субтитры сделал DimaTorzok